всем привет сегодня я хочу вам показать дневной вечерний макияж я еще не успела загореть этим летом поэтому я буду использовать лимонизирующий крем он дает небольшой оттенок и сияние которое будет хорошо смотреться на периферии лица поэтому я возьму пушистую кисть наберу немножко продукта и пройдусь по частям лица и шеи которая находится сбоку и будет красиво отблескивать при повороте мне не нужен этот продукт на т-зоне поэтому ее я избегаю после чего я буду использовать неплотный тон от лореаль мне нравится как он разносится по коже я буду использовать все ту же кисть это тот случай когда тональный крем идеально подошел под шею но для меня лицо немного темновато поэтому я буду использовать консилер более светлого оттенка наношу его под глаза форме треугольника на лоб и на подбородок теперь я беру натуральную кисть она очень хорошо впитывает излишки жира и влаги ей я растягиваю консилер по коже для дополнительного загара я использую бронзер от gucci у него очень приятный оттенок но не скажу что его нельзя ничем заменить конечно можно но об этом поговорим позже конечно знаю что сейчас не так просто найти некоторые продукты я бы даже сделала отдельный макияж использую российские продукты напишите в комментарии было бы это вам интересно или нет для бровей я использую сероватый пудровый карандаш и прорисовываю брови их я делаю полностью по своей форме чтобы подчеркнуть индивидуальность признаюсь такое я делаю не всегда чтобы зацементировать мои брови я использую два геля для бровей 1 вен сабо а второй пусть и зачесываю брови наверх и немножко в бок следующим этапом немножко заматирую лицо это пудра от санса и приятная комфортная ничего лишнего наношу под глаза на т-зону а остатки могу смахнуть кистью дополнительно зарумянится и закорректироваться мне помогут румяна и контур от ламель я также буду искать альтернативу продуктом которых нет у нас но сейчас главное сконцентрироваться на оттенке красноватый персиковый оттенок очень хорошо подходят светотипу как у меня они создают естественный загар дальше я буду использовать палеточку туфейс и наношу красновато коричневый кирпичный цвет полностью под глаза и в складку века таким образом я увеличиваю себе глаза с помощью искусственной тени я не использую серые цвета а добавляя теплый пигмент для того чтобы выглядело все очень натурально после чего беру консилер и высветляя подвижное веко это визуально придаст объем и распахнет взгляд растушевываю натуральной кистью дублирую темные тени под глазами а также не забывая про складку верхнего века чтобы соединить всю эту конструкцию мне нужно нарисовать верхнюю стрелку и соединить ее с нижней растушевкой фиксирующимся коричневым карандашом я углубляю коричневые тени вдоль ресничного края все тщательно растушевываю натуральной плоской кистью а дальше беру коричневую подводку и делаю более четкие линии прорисовывая стрелку по нижнему и по верхнему веку можно подумать что я создаю кукольный взгляд но это не так жизни все выглядит достаточно натурально теперь я беру светлые матовые тени и закрепляю консилер очень понравилась мне техника наносить на матовые тени гелевые блестяшки это добавляет жизни но не перегружает макияж на нашу два слоя туши для того чтобы скорректировать свою форму ресниц и подтянуть их к верху таким образом тушь создает жесткий каркас и ресницы смотрятся как накладные после я буду использовать конечно же накладные пучки и по нижнему и по верхнему веку с ними я не перебарщиваю добавляю только туда где есть пустоты своих ресниц для губ сейчас я использую сложный нанесение но очень стойкий продукт это конкрет от криги на косметикс она действительно заморочилась над созданием правильного оттенка для всех типов кожи но что есть то есть он трудным нанесение и в косметичку его не положишь я наношу как карандаш по контуру губ растушевываю кистью с остатками теней это дополнительно зафиксирует конкрет и уносит меня в какой-то макияж 20-х годов но мне такое очень нравится я не стесняясь ходить с ярким цветом губ внутрь я наношу тин холодного ягодного оттенка и промакиваю все салфеткой промакиваю салфеткой несколько раз чтобы облегчить эти губы мне нравится уже так но я решила добавить еще больше жизни этому макияжу и губам поэтому нанесу немножечко фиолетового блеска макияж начал жить и я хочу дополнить прическу чтобы образ выглядел более стильно и современно я использую свою новую заколку с алиэкспресс обожаю покупать там какую-нибудь ненужную фигню которую я использую один раз но надеюсь эту заколочку я буду носить долго я делаю обычный хвостик и на него надеваю эту заколочку желательно чтобы кончик хвоста был также подкручен так прическа будет смотреться более интересно и завершенно а мне пришла коробочка с новой косметикой так как в сети летуаль сейчас проходит черная пятница даже летом действует специальная акция со скидками до 80 процентов на все продукты потому что черная пятница проходит тогда когда мы этого хотим федя помогает открывать мне коробку похоже тоже хочет посмотреть что я заказала на черной пятнице дальше со всей этой косметикой я сделаю легкий дневной макияж а для того чтобы получить скидку пользуйтесь моим промокодом кей а ссылку на сайт я оставлю в описании коту федора уже не терпится чтобы я начала макияж погнали для начала я использую праймер базу под макияж от банил энко добавляю несколько капель и разношу по всему лицу можно сначала немного разогреть в руках и нанести но мне нравится чтобы она проникла в поры и запечатал создав ровное покрытие наносить прям на лицо после чего даже самый плотный тон будет наноситься очень легко потому что это силиконовая увлажняющая база она создает ровная покрытие как раз для плотных и стойких тональных кремов это светлый кроющий тон он растягивается в очень тонкое покрытие но держится стойко и весь день мне кажется он даже waterproof то есть водостойкий дальше так как то он у нас был светлый я хочу немножко забронзировать лицо но начну я с деликатного бронзинга буду освежать лицо румяном тире бронзером для кого-то это станет даже полноценным скульптором я наношу на верхнюю часть скул что придает моментально мне свежести казалось бы можно оставить так но я буду использовать еще дополнительный бронзинг потому что я так люблю поэтому я использую бронзер от revolution наношу по периферии и затемняя немножко спинки носа на брови я буду использовать пудру от шик снимая остатки на руку и наношу на бровь буду делать более прямую форму бровей чтобы добавить молодости и подтянуть глаза сделая лифтинг эффект такие вот бровки у меня получаются и после я зачесываю все прозрачным гелем обе вен сабо движениями вверх и вбок для глаз я буду использовать новую палетку laser down кажется что в ней будут какие-то яркие цвета но там абсолютный ньют я начну за светлого оттенка и нанесу его на все века это запечатает тон и не даст скататься ему в будущем после коричневым телесным оттенком я прохожусь по складке века также я прохожусь по нижнему веку создавая естественную тень конечно же куда без сияния я использую мелкодисперсные шиммерные тени и наношу их на века притаптывающими движениями для достижения максимально естественного эффекта после чего я использую те же тени которые я использовала для бровей для прорисовки растушеванной стрелки которая не займет много времени и соответственно много продуктов косметички растушеванные стрелки готовы и теперь я наношу коричневую тушь она очень легкая едва заметная если вы любите эффект накладных ресниц то это точно не к этой туши у нее скорее эффект разделенных и естественных ресниц дальше я буду использовать тинт от чупа чупс выглядит он как настоящий чупа чупс наношу по корейской технологии также остатки использую на щеки в качестве румян дорисовать уголки губ и немножко увеличить их мне поможет карандаш для губ похожего оттенка я прохожу сим по контуру губ хожу немного за край на фоне светлого оттенка лица губы выглядят очень сочными и ягодными а лицо милее свежее а также беру подводку на обратной стороне своего геля для бровей очень тонко делаю складку на нижнем веке после чего добавляю немного блестящих теней и вуаля дневной макияж готов а какой макияж вам понравился больше расскажите и напишите в комментариях феде однозначно понравился больше дневной макияж а с вами была даша кей увидимся в следующих видео пока пока